Итак, начался новый сезон. Появился долгожданный трансмог, функция, которая позволит тебе превратить любую броню в орнамент, то есть в скинчик, который ты сможешь использовать на своем легендарном снаряжении. В этом видео расскажу, как устроена новая система. Для начала вам нужно выполнить квест для Ады 1, прежде чем вы сможете синтезировать броню. Вас в этом квесте познакомят с основами новой системы. Квест довольно простой. Сначала идете к Аде, потом летите на Европу в комплекс технологий будущего, сканируете там пару предметов и возвращаетесь назад к Аде в башню. Она даст вам материалы, которых должно хватить на синтезирование одного предмета брони. Так что на этом этапе выберите какую-нибудь шмотку, которая вам больше всего нравится и превратите ее в украшение. Но помните, что есть ограничение на синтез, так что совсем бездумно, не превращайте. Всего в сезоне сплайсер можно будет получить до 20 синт плетений на класс, которых хватит, чтобы преобразовать в украшение 4 полных набора брони или 20 отдельных элементов. Завершив сезонное сюжетное поручение, путь сплайсера, кстати, Митракс также даст вам синт плетение. Но это все вводные квесты, и с ними вы наверняка и так разобрались. Кроме их прохождения, как получить доступ к синтезу брони? У Ады 1 есть контракты для вас. На каждый ваш класс существует ограничение в 10 выполненных контрактов за сезон. Вот тут в верхней части экрана настройки внешнего вида персонажа не отображаются по классам. И последняя отметка это универсальные, те которые вы можете купить за серебро у Эверверс. Задания в контрактах полностью случайны, как и всегда. Понадобится еще какое-то время для того, чтобы игроки выяснили, какой тип контрактов будет проще. Как видите, они разделены на 5 разных категорий. Авангард, Гарнила, Гамбит, Пункты Назначения и Рейды Подземелья. Я взял на первом своем выполнении квеста контракт на Пункты Назначения. И моим заданием стал фарм Алтарей Скорби на Луне. Не лучший расклад, должен заметить. Так что можете поэкспериментировать, выбрав ту активность, что нравится вам больше. Тут мне посоветовать, увы, нечего. Если вы по ошибке взяли не тот контракт, который хотели, или вот как мне вам не понравилось задание, вы можете вернуть контракт. Но при этом учитывайте, что вы получите назад лишь часть потраченного синт-волокна. Поэтому подумайте дважды, прежде чем отказываться. Оформить этот материал, синт-волокно, не так-то уж и приятно. Его можно заработать за убийство врагов в любой точке солнечной системы, в любой активности и так далее. Но падает оно катастрофически редко. При фарме в комнате с тралами в расколотом троне, можно лутать по одной-две штуки минут в пять. Надеюсь такой дропрейт исправят, потому что это уж слишком все долго и похоже на издевательство. Что же вы можете превратить в скин? Забыл сказать об этом. Во-первых, нет, вы не можете превратить экзотику в украшение. Это ограничение сделано во избежание проблем в гарнире, где вам важно визуально увидеть, что именно используют ваши противники. Однако все остальное снаряжение, включая белые шмотки, зеленые и синие, могут быть превращены в орнаменты, если они вам нравятся. Такие вот дела. Спасибо за просмотр. Не забудь поставить лайк и не пропусти следующие видео и стримы по новому сезону. Сори за мой простуженный голос в сегодняшнем ролике. Увидимся!